Всем привет! Всем привет, ребята! Вот так, наверное, лучше видно. Привет всем! Сейчас нужно несколько минуток, чтобы подсоединиться. Сегодня очень особенный, очень интересный эфир, очень полезный, я скажу так, эфир. Мы общаемся с врачом-психиатром, который не нуждается в представлении с Андреем Владимировичем Курпатовым. Присоединяйтесь, готовьте свои вопросы, потому что какие-то, возможно, я успею задать. Вопросов было прислано очень много. Мы ждем, когда Андрей Владимирович подсоединится. Здравствуйте! Безмерно всем рада. Присоединяйтесь, да. Замечательно. Я как часы, как вы знаете, я всегда вовремя выхожу в эфир, и мне кажется, это важно. Так, вот так вот. Сегодня будем говорить на тему, как сохранить стабильное состояние. Как сохранить стабильное состояние в нынешнем измененном мире. Пока напишите, друзья, кто знаком с работами и творчеством, может быть, и даже с Академией Смыслом, Андрея Владимировича. И так, так, так. Кто знаком с его работами и то, чем занимается Андрей Владимирович Курпатов много-много лет. Так. Выйти прямой. Технология. Кто бы мог подумать. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я безмедово благодарна, чтобы нашли время, потому что сейчас временной и интеллектуальный ресурс, это, наверное, одно из самых вещей. Вы меня слышите? Я слышу, но тут булькаем, не знаю, как там наши слушатели. А сейчас проверим. Друзья, а скажите, она слышна? Если нет, то будем немножко корректировать, возможно, даже через наушники. Но мне вас хорошо слышно. Мне кажется, тоже. Ну, я думаю, мы не будем обращать внимание на комментарии. Посмотрим. Во-первых, огромное вам... А я себя слышу, да? Звук плохой. Андрей Владимирович, давайте я попробую подсоединить наушники. Одну секундочку, да. Ребята, пока можете поздороваться с нашим уважаемым гостем. Мур, дай наушники. Я надену наушники. Как вам слышно? Плохо все пишут. Плохо. Это плохо, что плохо. А есть у тебя проводные наушники? Сейчас наденем. Наталья булькает. Отлично. Технология. Да. Причем находимся в одной стране, я так думаю. И вот так. Я думаю, это нам поможет, друзья. С наушниками хорошо пишут. Да, и мне очень хорошо вас слышно, как будто вы находитесь рядом. На самом деле мы выбрали сегодня тему достаточно актуальную. И кто не смотрел все эфиры Андрея Владимировича и, возможно, не читал, на мой взгляд, очень важную книгу «Четвертая мировая», которую еще Андрей Владимирович прогнозировал в 2016 году в заметках СНОБа. В принципе, то, что происходит сейчас с нами и то, о чем многие говорили, все равно для многих из нас, для большинства, наверное, то, что произошло, стало такой некой неожиданностью. В любом случае, как бы нас к чему ни готовили, когда это правда происходит и резко, вот это всегда становится очень неожиданно. И, конечно, мы будем сегодня говорить на эти темы. Кто не читал книги, я крайне рекомендую, потому что там, правда, очень много ценной информации, которую хочется переслушивать и цитировать. Мы сегодня к многим вещам будем возвращаться. И, да, очень много было интересных вопросов. Я думаю, вам это не ново. Моя задача, главное, успеть за час уложиться и максимально вас послушать. Андрей Владимирович, я знаю, что вам сейчас очень много задают таких вопросов. Ну вот что делать, что вот мир поменялся? Что делать? Паника. Ну, на самом деле, пока он поменялся не сильно, конечно, мы эти изменения еще на себе почувствуем в связи с всякими разными особенностями, которые будут разными странами предприниматься, действиями. Но если жить в нашей стране, мы пока очень счастливо прожили эту пандемию. Ну, то есть, понятно, что она еще идет, но, значит, очень хорошо, что у нас медицина с этим справляется героически. В общем, здесь надо отдельную благодарность сказать врачам. Ну, к сожалению, люди не совсем себя ведут корректно. Но! Попадаются много. Я так уже два месяца, 17-го числа будет два месяца, как я дома. Поэтому, ну, это на самом деле ответственность, вот как ты это все делал, перетерпеть. Если говорить про глобальные изменения, знаете, когда говоришь про будущее, там есть несколько разветвлений, несколько сценариев. И когда я описывал, мы говорили про Третью мировую войну, вы сейчас говорите, что Четвертая мировая война – это война с искусственным интеллектом, и поэтому посвящена книга. А Третья мировая война – это мировая война, которая сейчас идет. И она идет, там, линии разлома очень серьезной, потому что государства оказались не готовы к той транспарентности, которая возникла, потому что на их место стали приходить технологические компании. То есть, по большому счету, такие компании, как Google, Facebook, Apple, Amazon и другие компании, они стали в большей степени государствами, чем реальные государства, которые вот существуют. И сейчас начинается вот эта борьба, государства пытаются сохранить свою какую-то самосамоценность, да. Мы видим вообще кризис государственных институтов по всему миру, начиная от Трампа, заканчивая, значит, всякими Джонсонами и прочими, в общем, веселыми людьми во главе государства, а вовсе не какими-то такими системными политиками. Вот, поэтому вот сейчас идет это разрушение, и я говорил, что будут делать границы. Вот, я же сказал, съездите в Израиль, посмотрите на палестинские территории, которые прямо на территории Израиля ограничены огромным забором, и там люди живут совершенно в других условиях. И я прогнозировал, что в целом начнут появляться эти заборы. И тогда Трамп еще ничего не говорил про стену с Мексикой. Ну, с Мексикой, да. Да, вот, и в общем, и в этот момент появилась стена с Мексикой, и она строится, и будет строиться дальше. Вот, поэтому Европа сейчас тоже переживает разделение. Вот, неважно, какие факторы действуют. Дальше, когда начинается какая-то заварушка, там одно, другое, третье накладывается. И дальше получается, что даже пользуются поводом этим коронавирусом, как сформировать государственную какую-то идентичность новую на фоне всего происходящего, вот этого такого транспарентного, такого очень неструктурированного нового мира. Вот, поэтому это действительно новое время, вот, но я просто думаю, что для нас в России мало что изменится, вот, потому что мы в целом такие напасти переживаем, как этот, как плюнул-выплюнул. У нас там сколько-то миллионов погибло где-то, мы, как его... Не такое переживали, да? Да, вот, мы очень всем этим начинаем гордиться, вот. Вот, значит, поэтому я не думаю, что в России сильно изменятся обстоятельства. Ну, вот, и я знаю, что вы упоминали, что, наверное, самое страшное не сама проблема коронавируса, да, из-за того, что мы сейчас сидим в самоизоляции, а то, что будут лишаться... И вообще люди сейчас, кто сидит, немножко не знают, что будет дальше происходить там с работой, да, с нужностью со своей, да. И вот этот страх неопределенности, наверное, один из таких важных... У вас есть такой тема, термин психологии иллюзии, да, наверное, вот этот вот страх, который ты рисуешь себе, он сюда, его можно тоже отнести, да, к какой-то неопределенности. Ну, страх сейчас, знаете, он стал тотальный, и просто его мало осознают. Вот, я думаю, что в значительной степени там цифровая зависимость, изменение в структуре отношений, она обусловлена общей тревожностью людей, которая не просто игровая зависимость, вот... О, да. Да, ну вот, она обусловлена тем, что люди прячутся от правды, с которой им приходится сталкиваться, а правда это состоит в том, что, понимаете, раньше всем нам объясняли, что мы нужны. Мы нужны были государству, там, семье, там, обществу, там и так далее, потому что мы жили в такой идеологической конструкции, вот. У всего, у там, другого цивилизованного мира, там другая была нужность, она была нужность, потому что существовали вот эти исторические тоже связи, это мы меняем историю каждые там 30 лет, заново начинаем ее отсчитывать, вот. А там они веками, как с английским газоном, да, как-то они, рецепт прост, да, просто подстригаете и поливаете, вот. И так 300 лет, вот. У нас просто не было этих 300 лет, вот. Поэтому в других странах по-другому люди ощущали свою нужность. А сейчас, чем дальше, тем меньше мы ощущаем собственную нужность из-за падения вот этой вот общей структуры общества, вот. Вот, это не хорошо, не плохо, то, что мы перейдем в этот мир, ризоматический, как его в свое время назвал Гватари, это один из великих французских философов, кстати, тоже психиатр, что мне приятно. Вот. Я сказал, что мы как грибница стали разрастаться, то есть у нас раньше был некий стержень такой, а сейчас мы превратились в грибницу. А в грибнице, ну, где-то часть пропала в грибнице, где-то наросла, в общем, кому какое дело. И вот это мы потеряли... И еще очень важный момент, кстати. Мы же еще совсем недавно жили в религиозном сознании. У нас была религиозная цель, вот такая, да, вот. С приходом науки эта история стала модифицироваться. И эволюцию даже Папа Римский признает, ничего не поделаешь, вот, уже от этого никуда не деться, да. И, соответственно, у нас сначала был оптимизм, связанный с тем, что мы сейчас технологически нарастим всякие разные возможности, там, ресурсы, и нам начнется живо и весело жить. Вот, а получилось, что мы вот это все нарастили, а этой скрепляющей какой-то нити общей не появилось. Вот, и мы потеряли, у нас нету мировоззрения. Понимаете, мировоззрение – это когда ты понимаешь свое место в мире. Вот. Да, я в свое время написал книжку «Складка времени», она такая больше философская. Я читала, да. Да ладно. Да, да. Я тоже хотела сегодня проценить, ну, это важные вещи, фундаментальные для меня. И я как раз, извините, что перебиваю вас, у меня просто очень это отзывается. Как раз вы там говорите такую мысль в продолжении вашего, в вашей мысли, что раньше мы прогнозировали надолго, мы планировали надолго, то есть мы знали, что произойдет вот с нашими детьми, ну, наши предки. Да, да. Вот, я очень люблю эту книгу. Спасибо большое, мне это очень приятно, потому что такая книжка не для всех, но в ней мне нравится писать сложно. Свои вот эти популярные книжки я пытаюсь писать максимально доступно, вот, но мне нравится писать сложно. Да, и я там вот это объяснял, что один из критерий «Складки времени» – это утрата собственной идентичности, то есть мы не понимаем, кто мы такие. Ну, то есть мы, кто мы, что мы наследуем, что мы несем, там, и так далее. И это, конечно, для всех нас вызов. Сможем ли мы сформировать какую-то, или мы залезем все в телефоны и потеряемся там навсегда, вот, в этом цифровом мире, он скоро станет очень вкусным. Надо тоже понимать, что мы в целом идем к миру виртуальной реальности, и то, что сейчас социальные сети завладевают нашим вниманием – это ерунда. А по сравнению с тем, что будет происходить дальше, вот, дальше будет виртуальная реальность, которая создает ощущение присутствия нашего, да, вот, на удаленке сложно ощущение присутствия нам было формировать. А с помощью виртуальной реальности можно будет создавать ощущение присутствия в разных местах, общения с разными людьми и общения даже с людьми, с которыми мы хотели бы общаться, но они с нами нет, потому что можно будет создать их аватары. Иллюзию. Да, которые будут, представляете, вы там, фанаты Бритни Спирс, вот, и ее живой облик ходит по вашей квартире и с вами болтает. Ну, я думаю, что это такое развлечение, да, и оно точно не загорали. Вот, поэтому, да, поэтому мы, собственно, вот это все можем окунуться, если не сформируем какое-то нового смысла. Ну, вот, правильно ли я понимаю, что сейчас, в принципе, стоит внутри, там, каждого из нас, да, вопрос как раз-таки своей идентификации? Вот сейчас нужно отвечать на такие вопросы внутри себя и решать, ну, как бы. Просто, понимаете, это же можно делать, когда в жизни тоже как-то идентифицируются, когда другие не идентифицируются. Ну, то есть, сейчас есть, конечно, идентификация. Бьюти-блогеры какие-то, камеди-блогеры. Ну, спрос рождает предложение, да. Это понятно, да. Ну, вот, но в целом, если мы говорим про оффлайновую реальность, очень сложно понять, с кем себя соотносить, как, как бы себя внутренне определять, там, и так далее. Вот, я придумал идентификацию, интеллектуальное меньшинство. Отлично. Ну, это с иронией я написал. Да, да. Но, на самом деле, с иронией и без иронией, потому что, с одной стороны, конечно, назвать себя интеллектуальным меньшинством – это, как бы, какой-то такой прикол. Вот, с другой стороны, глядя на то, что происходит, надо искать людей, которые хотят продолжать поддерживать сложность существования, и не превращаться просто в овощи, которые раньше ругались, что вот там овощи сидят перед телевизором, но сейчас овощи сидят перед гаджетами, что-то изменилось. Да, вот, поэтому те, кто хотят продолжать насыщенную жизнь, что-то создавать, общаться с другими людьми, поддерживать вот такие глубокие психологические связи без цифрового аутизма – это сейчас вот задача и вызов. Но, тем не менее, это же выбор каждого человека, то есть доступны все знания, все книги. Сейчас, наверное, даже так много информации, да, что человек не всегда может выбрать то, что ему правда может помочь. Но даже в вашем формате, все ваши книги любой человек может прочитать, есть в аудиоформате, вживую потрогать. У вас есть замечательная Академия Смыслов, в которую при желании человек может этому посвятить время. То есть стоит ли вот этот вот, то есть возможность выбора у человека же есть? Это не то, что нас подставили перед какими-то… Проблема состоит в том, что, во-первых, у нас мозг очень ленивое существо. Вот. И я все время привожу этот пример на лекциях. Вот. Если вам предложить задачу попроще или задачу посложнее, вы выберете задачу попроще. Вот. Забавно, что даже это можно на самом примере, да, условно говоря, написать отчет или посмотреть социальную сеть. И то, и другое задачи. Понятно, какую хочется выбрать. Но это касается и математиков. Математикам они вообще должны испытывать как вызов сложной задачи. Но выяснилось, что современные математики с легкостью переключаются именно на простые задачи. То есть леность мозга, естественно, это биологически обусловленный фактор. Вот. Она приводит к тому, что мы выбираем задачи попроще, а все-таки любое созидание, любое обучение, любое новое понимание – это всегда труд. Нужно просто в мозге должны нервные клетки друг с другом начать связываться, должны выработаться белки, которые эти клетки свяжутся. То есть, знаете, надо по большому счету силой мысли заставить их склеиваться. Это первое. И второе – это информационное поле, в котором люди существуют. Сейчас мы оказываемся в туннелях. Потому что вот что делает Инстаграм и любая социальная сеть, и Фейсбук, и так далее, они начинают подбирать нам материалы, которые нам нравятся. То есть, условно говоря, есть огромная палитра интересных фильмов, которые заставляют задуматься, которые обращаются к человеку как к думающему существу. Но если вы три раза посмотрели Марвел, то дальше вы будете получать только мультики. И вы даже не узнаете, что есть что-то другое. И сейчас мы оказываемся в этих вот странных таких коридорах, которые загоняют людей, по сути дела, в эту такую примитивность. Потому что если вы интересуетесь чем-то сложным, ну, он будет вам предлагать более сложное. Но если вы сначала этого не сделали, как быть? Поэтому просвещение – это очень важная сейчас функция. То есть вот это говорит… Я ненавижу Инстаграм, я честно говорю. Но тем не менее мы сидим сейчас и, понимаете, пытаемся сказать о хороших вещах. Да, это для меня новая работа. Но я просто понимаю, что это способ коммуницировать с большим количеством людей, до которых иначе не дотянуться с этой информацией. Я тут полностью разделяю вашу точку зрения, конечно же. Учитывая, что, да, наш проект 10 лет в Инстаграме. И, конечно, это, как и, наверное, в любом правильном инстаграме. А вы 10 лет уже в Инстаграме, да? Ну, наш проект, вот он, за моей спиной следует за мной. Да, да, я его знаю, конечно. Да, 10 лет, и, конечно, тут выбор всегда… Ну, то есть, я думаю, мы просто повзросли немножко. Я думаю, молодому поколению чуть сложнее будет именно делать селекцию и выбор правильной информации. Вот, наверное, этот вопрос тоже будет стоять для молодого поколения. Как это все будет? Особенно, что, на самом деле, аудитория Инстаграма стремительно стареет. Нам уже что-то там… А нас на 35 уже переводилось. Ну, да, это мы, да. Вот, а молодежь, что уходит в ТикТок, в котором, конечно, там все значительно более драматично. Ну, то есть, для меня это инструмент, где я могу делиться своим видением и нести какую-то мысль, которая для меня важна. И если вот сейчас, конечно же… Было очень много вопросов про молодое поколение. И вот я даже зачитаю один, очень классно сформулированный. Зачитаю прям. Давайте. Окажут ли последствия пандемии, ну и вообще информационного поля, на поколение Z такой же эффект, как перестройка страны на поколение X в 90-е? Начнут ли Z запасаться или все так же останутся в коробке Netflix? Цитирую вас. Ну, на самом деле, конечно, этот вирус сильно повлияет как раз на поколение X-ов, которые достаточно консервативно относятся к технологиям. Но сейчас из-за того, что они вынуждены работать на удаленке, они вынуждены переносить бизнес в онлайн и так далее, они в большей степени придут в виртуальную среду. Вот основное отличие. Бабушки и дедушки вряд ли. Я тут спрашиваю. Ну да. В газете тоже я провозил такое видео. Бабушки и дедушки нет. На поколении X-ов я вынужден выходить в прямые эфиры в программе. Я сейчас, вы бы видели, как я пытался найти, куда тыкнуть здесь. Ну хорошо же получается. Посмотрите, сколько людей. Да, я старался. То, что касается Z-ов, на самом деле Z-ов уже достаточно взрослые люди. Мы привыкли думать про них, как про детей. Дети – это альфы. Это новая классификация. Z-ов это, по сути дела, до 25 лет. То есть это очень уже взрослые люди. Они отличаются способностью к накапливанию средств. У них есть вот такая какая-то внутренняя серьезность, потому что они как-то готовы больше заниматься своей жизнью, понимая, что особенно больше никто этим не будет заниматься. Другое дело, что они не умеют, потому что их никто не учил. И они, вот если смотреть исследования, то есть они готовы сберегать средства, но не знают, на что им это нужно. На что? Поэтому это опять же вопрос мировоззрения и нового общего культурного пласта, где будут объявлены ценности, которые нас будут объединять. И где возникнет информационное поле, которое будет нас объединять. Потому что существенно очень проблема состоит в том, что когда общество находится в разных каких-то информационных лафонах, оно теряет цельность. Я объясняю это все время. Раньше были анекдоты. То есть люди постоянно рассказывали друг другу анекдоты. Для того, чтобы рассказать анекдоты, для этого нужно быть в контексте. Потому что анекдоты – это короткая история о контексте. Были анекдоты про Чапаева, про Штирлица, про Винни-Пуха и так далее. Но сейчас уже не все даже Винни-Пуха знают. Я уже про Штирлица молчу. То, что у нас нету каких-то общего информационного поля, в котором мы могли бы иронизировать. А это, собственно, нам никак не поделиться даже эмоциями в нем, хорошими. Ну да, да. В этом умеем. Это вам надо. Да, я тут абсолютно согласна. Но вот такое новое время. И вы часто… То есть мне кажется, важно тоже это упомянуть, что одно, наверное, из важных, как мне кажется, я не знаю, поддержите вы или нет, качество – это адаптация к новому времени и возможность быстро адаптироваться к каким-то изменчивым состояниям. И если возвращаться даже к складке времени, где вы говорите, что раньше мы прогнозировали, а сейчас мы видим только носки нашей обуви. Ну то есть мы прогнозируем сейчас глобально, но два ближайших месяца, но в лучшем случае. Вот адаптация и имеет, вот как качество и развитие этого качества, имеет ли какую-то ценность сейчас особенную и для молодых, либо это для нас? Ну, если вы посмотрите запросы, значит, разных компаний, бизнесов, и даже если вы хотите устроиться куда-то на работу в серьезную компанию, то одним из ключевых факторов, который будет интересовать HR, это ваша готовность к изменениям и способность адаптироваться. Потому что все сейчас понимают, что если ты не можешь прогнозировать будущее, ты должен быть готов переворачиваться, переобуваться в воздухе постоянно. Поэтому такая необходимость существует. Вот, но у меня тут мысль, я в своем аккаунте хочу записать, я мучаюсь, честно говоря, спиной у меня радикулит, и я, значит, неделю лежу пластом. Вот, к вам выполз, сижу торжественно. Спасибо. Ну мы бы и лежа с вами поговорили. Да, но так случилось, что у меня было время, я совершенно не соображал на этих обезболивающих, и я посмотрел последний сезон «Ходячих мертвецов», и я хочу о нем рассказать в одном из... Это было интересно посмотреть, потому что пик смотрения был именно этого сериала в Соединенных Штатах во время эпидемии. Вот, и я пытался понять, что они там смотрят. Почему, да? Да. И я про это уже рассказывал, потому что сериалы – это новая форма романа, роман 21 века. У меня по этому поводу есть и лекция большая. Ну вот, и там я рассказывал про мертвецов. А тут появился как бы новый сюжет. Не знаю, там происходит... Люди просто спасаются от мертвецов и организуют поселения. Но при этом эти поселения друг с другом враждуют. Вот. И весь сериал мы наблюдаем за тем, как происходит постоянное... постоянное крушение вот этих вот маленьких цивилизаций, которые создаются. И вот в этом десятом сезоне супер... Десятый сезон, 16 серий в каждом. Это просто невероятный успех. То есть люди действительно его смотрят. Хотя там ничего сверхъестественного такого не происходит. Главные герои говорят... Я не... Каждый раз, когда мы снова что-то начинали строить, у меня была мечта. Сейчас, когда мне предстоит что-то строить опять, это говорит король, потерявший свое королевство, я чувствую, что у меня все меньше и меньше на это внутренней готовности. То есть проблема состоит в том, что когда нам нужно постоянно адаптироваться, мы в какой-то момент теряем вкус к адаптации. Как лимит какой-то. Ну да, потому что, видите, вы к чему-то идете, и у вас там... Вам кажется, что когда вы это обретете, вы будете счастливы. А сейчас конструкция, при которой вы куда-то идете, вы это обретете. А вот будете ли вы счастливы? Потому что нет. Потому что это очень быстро все закончится. И вот это ощущение, что нельзя добраться до финиша, в котором наступит Царствие Небесное, этот город-сад и прочее, 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 оно начинает, конечно, действовать очень опасно на нашу психику. Мы теряем внутреннюю готовность к тому, чтобы идти вперед и что-то создавать. Потому что это очереда потерь. Вы только что-то создали, и через шаг это уже никому не нужно, это уже никому не интересно. Вы только что были царем горы, а через паузу вы опять никто. Поэтому вот эта толерантность к этим потерям, то есть готовность терпеть эти потери, вот что самое важное для адаптации. Для адаптации важно не то, чтобы чему-то новому научиться. Ну, научимся, мы жизнь застанем. А главное удержать толерантность к потере. Вот это вот, что да, я потеряю. Ну, то есть вот я сейчас добьюсь этого, но через паузу это не будет никому интересно. И моя профессия не будет востребована, мои навыки заменит компьютер, там еще что-то. Но я буду идти дальше. Вот готовность биться как за последнее, за свою цель, но при этом теряя достигнутое, не разочаровываться, вот это главный такой внутренний стержень, который мы должны в себе сейчас формировать. Это очень, я не смотрела, да, с этой стороны. Мне кажется, это крайне важно, да, наверное, какая-то вот эта непривязанность, да. Ну, вот как бы ты сделал, гордись этим, потому что он сделал тебя умнее, он сделал тебя как бы талантливее, да, потому что таланты развиваются, он сделал тебя более востребованным, ты узнал много нового. Вот, сейчас все потеряешь, но у тебя какой внутренний ресурс? Иди дальше. Вот, если такое будет, это, да, хорошо. Ну, это реально, этого достичь человеку? Ну, я какую-то странную роль занял футуролога, потому что все, что сейчас происходит, впервые в истории цивилизации. Значит, впервые в истории цивилизации мы находимся в информационном, в цифровом веке. Мы никогда не были. Значит, у нас были там волны, сельскохозяйственные, там всякие разные, промышленные, информационная была война, волна, да, то плюсские, вот эти прогнозы. Но сейчас мы уже в новой, мы в цифровой реальности. И сравните там, условно говоря, каких-то собирателей людей и людей с компьютерами, сверхмощными суперкомпьютерами, да, но это разные люди, они существуют в разной среде. Психика неизбежно на это реагирует. Вот. И мы идем же вперед, не думая про издержки, да, потому что мы думаем, ну вот всем будет доступна информация. Вот помните, когда начинался интернет, я помню, всем смогут доступна информация. Да, да, да. Да, это правда замечательно. Чтобы мне получить статью, любую, самую последнюю, научную, мне нужно там, три минуты для того, чтобы ее найти, да. Раньше я в библиотеке заказывал книги. Да, и вот. И потом приходил, и достали их или не достали. Ну вот. Час ехал до этой библиотеки из спального района. Вот. Поэтому сейчас, конечно, информация стала доступной. Но насколько она востребована, эта доступная информация, вот. Она, конечно, не так востребована, как развлекательные прочие ресурсы. То есть, условно говоря, мы думаем о хорошем, да, а потом, как это значит. Вот мы, например, все исследования мозга посвящены, как бы, изначально тому, чтобы лечить. Я как врач вам сообщаю, чтобы лечить, значит, психические расстройства, Альцгеймер предотвращать, там, и так далее. Для этого основная цель. Но после того, как мы получим эти знания, и станет возможно интегрировать в голову, сейчас не буду произносить слово, по словам которого все значит электроды. И, и, да. Ну, не вполне понятно, насколько это будет безопасно для нас, как для вида. Вот. Поэтому я все время нахожусь сейчас в роли человека, который предсказывает непонятно что. Ну, то есть мы из колес, так сказать. Поэтому, ну, вот, да, я стал говорить про в свое время про информационную псевдодебильность, стал про это рассказывать. Это же исполняется! Да, но на меня смотрели как на придурка, вот, говорили, боже, мы тут, ну, как вы вообще просто там, и так далее. Сейчас, ну, ни в одной солидной аудитории я не встречаю не то, что сомнения, да, я встречаю просто хоторы, потому что люди говорят, да, да, у нас это все, что с этим делать? Вот, вот, я говорю, надо было делать, когда я... Раньше, да. Вот, как бы там ни было, я могу прогнозировать, но я не вполне, конечно, могу отвечать за свои прогнозы, потому что, ну, ну, татурология лишь такая, да. Ну, очевидно, почему к вам обращаются, потому что вы очень умный человек, и люди хотят услышать какие-то прогнозы хотя бы. Я, у меня есть это как запасной вопрос, но раз мы затронули, я так легонечко его коснусь, потому что сейчас многие об этом говорят. Смотрели ли вы несколько дней назад интервью Илона Маска и Джо Рогана? Не смотрел. Что-то про него говорят. Это хорошо, потому что, да, сейчас я смотрела в эфире его, но Илон Маск очень эпатажно начал давать свои прогнозы очередные, и чем они занимаются, и чем занимается развитие его искусственного интеллекта. И он, я даже зачитаю, чтобы не искажать, одно из важных, он много говорит, что будет и внедрение некого вот механизма в головной мозг, что можно будет там через Wi-Fi там как-то подпитываться, и что, например, речь, то, как люди разговаривают, это устарелый способ общения людей, что вот как-то люди будут обмениваться более понятной информацией, да, более понятной информацией, на что полмира, которые слушали это все, ну, ужаснулись, как нормальные люди, ну, конечно же, страшно. Он сказал такую вещь, что сейчас искусственный интеллект, его уже, ну, Илона Маска не так сильно пугает, он говорит, что не все обязательно закончится так уж плохо, это цитата, но мы определенно не будем контролировать ИИ. Он назвал человечество лишь биологическим загрузчиком для ИИ и видит выход в слиянии с машинами посредством интерфейсов мозг-машина, ну, то есть, как бы соединение. Причем он говорит, что мы не будем это все контролировать в итоге. И, в принципе, да, и, в принципе, ну, я думаю, все врачи, ученые сейчас об этом говорят, и большинство тех людей, которые мне, может быть, как человеку ставя закалки, импонируют, которые говорят, что мы не можем, ну, мы не можем знать, к чему это проведет, какому урону приведет это, и для, как вы говорите, абсолютно правильно, что мы так долго разрабатывали технологии, которые упрощают нам жизнь, что наш мозг стал меньше активничать и думать, то есть, чтобы получить информацию, мы сейчас не проводим какой-то путь и имеем ценность этой информации, мы нажимаем две кнопки, мы нажимаем две кнопки, и вот это через нас вот так проходит. Вы что думаете по этому поводу? Ну, я сейчас очень осторожно отношусь к заявлению Маска, потому что он реально находится в совокупности кризисов экономических, каких-то мировоззренческих, судя по всему, он тоже живой человек, понимаете, и на нем висит долг самый большой в мире, больше ни на ком человеке, больше никого так дорого не купили, потому что его компания, она по сути дела вся ценность самого Маска, и это сложно с этим жить, и я думаю, что любое ты слово говоришь, от этого там черт знает что происходит с акциями, и тебе люди, которые на тебя сделали ставку, говорят, почему я стал на 10 миллионов долларов дешевле сегодня и он, я думаю, что у него просто, мы должны понимать его сложное психологическое состояние, и поэтому многие улыберты, они с этим связаны, последний там курил марихуану в эфире и так далее, вот, но, значит, если отойти от этой психологии, которая важна, потому что нужно всегда думать, да, и про это тоже, значит, у нас есть несколько развилок, значит, прежде всего нужно понять, что искусственный интеллект сейчас оказался в очень непростом положении, я не знаю, к добру это или к худу, но правда состоит в том, что те механизмы искусственного интеллекта, которые сейчас работают, вот, они в целом эксплуатируют одну и ту же, один и тот же закон, вот, искусственного интеллекта, на котором он стоит, так называемое глубокое машинное обучение, это вот нейронные сети, так называемые, многослойные, вот, которые работают с большими базами данных и способны из них извлекать информацию, вот, это позволяет решать колоссальное количество задач, вот, но это пока не интеллект в том виде, в котором мы его себе хоть как-то представляем, да, то есть пока он не может ну, то есть если я все время привожу пример с мозгом, вот, чтобы вот просто понять, да, вот у нас, я все время рассказываю, что самое важное с точки зрения креативности, с точки зрения сложности мышления, там и так далее, это базовые нейронные сети, так называемые систему мозга, центральная испанская сеть, сеть выявления значимости, их коллаборация, так сказать, и так далее, это огромный такой пласт работы мозга, собственно, базовый, а то, что сейчас делают нейронные сети искусственно существующего искусственного интеллекта, это то, что реализуется в одной кортикальной колонке, ну, то есть принцип работы кортикальной колонки, в которых как бы там в несколько слоев лежат клеточки, вот, он вот воспроизведен, а все эти пока не воспроизведены, то есть мы, как бы, если говорить про интеллект, мы воспроизвели часть механики, но фундаментальную механику мы пока не подняли, поэтому многие зиме искусственного интеллекта, у нас одна уже зима такая была, потому что, когда нейронные сети придумали, не было данных цифровых, и они не могли работать, то есть, как бы, они сначала говорят, мы все сможем вообще сделать невозможное, выяснилось, что нужно кормить искусственный интеллект данными, а данных не было, и наступила зима, вот, значит, сейчас может наступить новая зима, то есть мы можем пользоваться нейронными сетями, у нас много данных, но у нас нет никакого прогресса с точки зрения какого-то созидательной этой истории, вот, поэтому это первое, что здесь является развилкой, значит, второе, что является развилкой, это насколько наш мозг будет способен в принципе, как бы, координироваться с любыми внешними, значит, объектами, то, что сейчас делается, да, мы можем научить моторную кору, значит, человека, если мы туда интегрировали, значит, электроды, вот, мы можем ее научить командовать экзоскелетом, то есть мы можем доставить человека ходить в экзоскелете, он будет мысленно это делать, но обезьяны уже там с экзоскелетами что только не делают, они там и водичку себе наливают дистанционно, мысли, силой мысли управляют, там, и вкусности всякие себе достаются, это вот если представить себе примерно так же, как вот аппарат, есть такие аппараты с игрушками туда так и опускаются и достаются, и вот представьте, что вы им управляете силой мысли, ну, вот это примерно такая история, вот, мы можем научить человека видеть через видеокамеру, то есть мы можем интегрировать в зрительную кору значит, электроды, вот, они будут получать сигнал не из глаза, да, не из сетчатки глаза, а они будут его получать через видеокамеру, вот, и дальше мы его потренируем и он, эти клетки научатся распознавать эти образы во внешней среде, вот, поэтому, то есть, вот это мы решаем, но это, по сути дела, первичные, ассоциативные, то есть первичные зоны, они даже еще не ассоциативные, да, потому что мозг это что такое, это первичные зоны, где происходит самое простое, как бы, действие, создание мира, да, а дальше этот мир нам присва... мы делаем его нашим, да, потому что мы его ассоциируем со своими знаниями, опытом, там, и так далее, и это вторая, и третья, и условно четвертая, как бы, там, прямо на мозге можно нарисовать их, эти зоны карандашом, фломастером, маркером, вот, и вот их восстановление, на мой взгляд, это, ну, просто это не очень понимают люди инженерного склада, абсолютный гений с точки зрения, как бы, видения всяких разных механик, которые он складывает, весь его творческий гений состоит в том, что он находит какое-то решение где-то и умеет его приладить куда-то, да, но пока он функционирует в мире, в котором действуют одни и те же законы, это законы физики, пока он не функционирует в мире, в котором действуют законы психологии, ну, психологию не люблю, законы мозга, нейроналуки, вот, и он, как бы, пытаясь приладить это туда, мне кажется, пока слишком забегает вперед, и слава богу. И слава богу, у нас есть время, мы пока к пандемии привыкаем, да, это очень интересная тема, потому что, ну, понятно, что изначально и он тоже говорит, что это в целях, в медицинских целях, чтобы помочь людям, у которых есть разные заболевания, но, как мы помним, что и пластическая хирургия родилась после Первой мировой войны, когда люди приходили с войны, им нужно было поправить, а во что это в итоге там спустя сто лет вылилось, извините меня, мы увидим в Инстаграме. Да, и что не отличишь никого. Да, ну, пусть, да, повременит, у нас пока есть время ко всему, да, привыкнуть. Еще на днях слышала такой интересный разговор кого-то там в Силиконовой долине, тоже каких-то программистов умных, которые привели пример. Когда Китай начал выходить частично из пандемии, по-моему, офис Гугла, если я не ошибаюсь, сказал, что, своим сотрудникам сказал, что на их усмотрение могут ли они приходить в офис или нет. и пришло всего лишь, а учитывая, что офис Гугла очень креативный, там, ну, как бы, очень свободно, и пришло всего лишь 20% сотрудников. Остальные за эти три месяца уже, я попробую предположить, да, привыкли, то есть адаптировались, кто-то побоялся просто, ну, из-за каких-то, ну, из-за спасения там своей жизни. Вот, будет ли нам, и, вот, то есть, это же какие-то защитные функции головного мозга срабатывают, вот, насколько мы привыкнем к тому, что сейчас происходит, и насколько, вот, наверное, тут еще такой вопрос, есть, ну, продолжаю это, есть ли какой-то генетический культурный код, который будет влиять, что на разных странах это будет проходить по-разному? Ну, я не думаю, что это генетический код, вот, но культурный код, безусловно, есть, вот, и можно, как бы, понять, как мы проводили самоизоляцию, вот. Вы про шашлыки? Да, у меня под окнами, я столько не видел людей, вообще, никогда, я живу, так сказать, тут непроходное место, точно, но они все находили, они что за, они пели, они какие-то играли, какие-то инструменты, вот, сегодня кто-то, значит, в каких-то нарядах переодевался, фотографировался, значит, у местных исторических памятников, вот, короче говоря, конечно, культурный код есть, вот, это, что такое культурный код? Это тоже не какая-то программа, да, вот, а это наша подсознательная такая история, когда мы сверяем свои действия с тем, как они будут оценены окружающими, то есть, если какое-то мое действие вызовет у окружающих недовольства, вот, то я, скорее всего, его предпринять не буду, но если у меня скажут, ааа, гуляет ванина, вот, то, как бы, я и загуляю, вот, и это такая механика очень интересная, и там есть к этому как раз исследование эволюционных психологов, которые об этом рассказывают, поэтому, конечно, есть, и в разных культурах по-разному. если мы говорим про там офис гугла, там, ну, во-первых, они еще очень находятся в стрессе с пандемией, надо признать, у них там как бы непросто случилось из-за особенностей здравоохранения, оно так организовано, что там, в общем, не забалуешь, вот, да, значит, поэтому это первое, второе, все-таки среди программистов большое количество людей склонных к большему такому аутизму и, ну, аутизму социальному, психологическому, да, это не то, что там они страдают психическим заболеванием, но, да, но это вот такая, они больше такого склада, кто читал троицу конструкторского, вот, и поэтому они не очень нуждаются в социальных связях, вот, мы сейчас проводили исследования, кстати, смотрели, как разные типы реагируют на самоизоляцию и выяснили, что конструкторы легче всего переносят самоизоляцию, вот, именно из-за особенностей своей, вот, такого, уединенности, ну, они вообще с людьми общаются внутри собственной головы, вот, им для этого прямого контакта не нужно, вот, это, там, центристы, они все время с зеркальными нейронами своими, им нужно смотреть, как человек себя ведет, как действует, там, рефлекторам важно чувствовать эмоциональный отклик от того, что они делают, поэтому и рефлекторы, и центристы сходят с ума, а конструкторы очень довольны, и с учетом того, что их в Гугле много, вот, то, в общем, я не удивляюсь тому, что они никуда не торопятся, вообще, на самом деле, вот эта идея создать в Гугле, сейчас все его себе представляют хорошо, благодаря фильмы, да, друзья, вот, да, и он же похож на детский сад, вот, ну, то есть, вот, один детский уголок, другой детский уголок, там, и так далее, вот, и они это создали просто для того, чтобы как-то вовлекать этот необщительных, от природы, людей в какую-то социальную коммуникацию, потому что, когда, если бы их рассадить по столам, то это была бы такая, я видел такие компании тоже, в которых не используются, но есть большое количество программистов, и так далее, и это прямо такие, знаете, как фабрика такая, сидят люди, каждый в своем, не встретишься, не в другой, вот, поэтому я думаю, что это в значительной степени для этого было сделано, вот, как мы будем реагировать, я думаю, что у нас будет часть людей, которые будут очень осторожны, вот, это будут люди, а, ну, вот, просто с тревожностью, вот, б, это будут люди, которые понимают, что еще в целом ничего не прошло, и на любой момент могут снова подзакрыть, там, и так далее, вот, поэтому это будет, но большая часть людей, они даже, многие не верят в этот коронавирус, это уже, действительно он не так опасен, я всегда это объяснял, вот, как кажется, он такой, не обладает свойством мора, вот, хотя неприятная штука, и если вы находитесь в эпицентре, вот, то вы, конечно, рискуете сильно, вот, вот, но в целом это не какая-то, уж прям, вселенская такая, катастрофа, вот, но, это опасно, а многие вот восприняли, что вообще нету никого, придумали его там, чтобы всех, значит, с ними что-нибудь, почипировать, почипировать, да, ой, не будем это тебя вообще не затрагивать, столько всего, да, и в интернете, конечно, с этой информацией, да, это тоже такая очень интересная тема, но вы, вот, есть же наверняка, да, исследования, да, что вы предполагаете, наверное, да, что в России люди устойчиво достаточно пройдут эту историю. Ну, понимаете, у нас есть статистика, у нас есть статистика, то, что у нас в целом население 20% страдает пограничной, не психическими расстройствами, ну, то есть депрессивными и тревожными, по сути дела. Это много? Конечно, для них это немало. Понятно, спасибо. Это каждый пятый, да, ну, вот, значит, и есть статистика, которую мы имеем по исследованиям, когда аналогичные вот эпидемии случались локально в каких-то районах, свиной гриб был, если вы помните, такой птичий гриб, тогда нас это не затронуло, но были регионы, в которых вот это происходило, и они там как бы подверглись этому и карантину, и вот риску умереть там и так далее. Вот, и по тем исследованиям, порядка 20% после этого испытывают некие вариации посттравматического стрессового расстройства. То есть, что это такое? Это какая-то неадекватность реагирования, связанная с опасением, опасением там, я не знаю, что можно заболеть, что все разрушится, что я не смогу управлять своей жизнью, там и так далее, и так далее. Вот, и если суммировать грубо, то это 40% вместе. Ну, я думаю, что из этих 20, значит, часть уже, так сказать, готова, вот, поэтому там, ну, может быть, будет там 30-35% населения, а это каждый третий человек, который будет чувствовать себя психологически не очень хорошо из-за всех изменений, которые происходят. И плюс надо учитывать, что, конечно, фактор, который никто изначально как-то не подумал, это экономический удар, экономический, потому что огромное количество людей потеряло работу, вот, и не факт, что это все быстро вернется в прежнее русло, вот, поэтому, ну, тут есть еще просто существенный фактор, люди, наконец, задумаются про, что надо инвестировать в себя для того, чтобы представлять ценность на рынке. Ну, это может быть хорошая история, но для многих это все равно больно, поэтому тут... Ну, у нас, как бы, я так не хочу драматизировать, но вариантов нет. Уже когда вариантов нет, мир движется и развивается. А вы заметили, вот, со стороны вашей работы, профессии, что вот за последние, ну, даже не буду говорить 4 месяца, даже 2 месяца, что люди стали чаще интересоваться какой-то полезной информацией, как вот, как осознанность, как какие-то, какие-то психологические какие-то вещи. Я знаю, что вы не любите это слово, извините, что... Да. Вы заметили тенденцию, что люди стали активнее интересоваться какой-то вот такой образовательной историей? Ну, у меня статистики нету, вот, и, честно говоря, ну, рынок полон, бог знает чем. Да. Вот, поэтому, как бы, там, я думаю, что многие начинают обжигаться на всякой галиматье и прекращают, ну, потому что там, вот, даже вот книжки, например, какие-то психологические иностранных авторов, вот, ты берешь и читаешь там одна мысль на всю книгу. Это правда. Это тянута тонким слоем, ну, вот. Я тут был, когда в Давосе на форуме, я там участвовал в этом завтраке, там выступал тоже человек, не сейчас, психолог. Она на ТЭДе выступала, Давоса ее пригласили, там, и так далее. У нее книга написана, одна мысль. Называется, гибкие эмоции, принять то, что мы испытываем негативные эмоции и трансформировать. Ну, слушайте, это, конечно, мощь, вот, и я понимаю многих людей, которые сталкиваются с такой литературой или с такими курсами и так далее, и после этого говорят, что это было, вот, что эти люди могут нам предложить. к сожалению, пока все это вот в каком-то, мы настолько сейчас будем нуждаться вообще в понимании, в каком-то, в со мысли с кем-то, да, чтобы не оказаться просто один на один со своей жизнью, в которой, ну, как бы, со стороны же собственной жизни не видишь. Вот, и мы на самом деле настолько сейчас вообще нуждаются, должны в этом. вот, вот, а вот с точки зрения того, что можно предложить, я вот думаю, что у нас не лучше, ну, во всем мире, это, я знаю, что у них там происходит, и все. Да, друзья, держитесь за знания, читайте книжки, Андрея Владимировичу, пожалуйста, Пожалуйста, точно. Мои не это, не панацея, вот, но действительно надо читать просто авторов, у которых есть реальный практический опыт. То, что для меня книги, это, я просто излагаю то, что я делаю. Вот, я, вот мой подход. Ну, это для вас просто излагать, а для нас это знание. А вы могли бы кого-то еще посоветовать, что бы вы посоветовали почитать? Ну, я, понимаете, я читаю в большей степени научную литературу, вот, и, но есть очень хорошие книжки, которые многим будут понятны, ну, то есть это вот, там, Крис Фрид, например, «Мозг и душа» книжка называется, там, Конорда Лоренца, я всегда всем рекомендую читать, значит, ну, Млодинова, он очень доступный, это не научный, это как раз популярная книжка, но у него есть неосознанное, замечательное там и так далее, то есть вот, Эрика Хендель, который из Нобелевских лауреат, ну, то есть, как бы, я бы читал такую литературу, которая позволяет понять, как работает все для того, чтобы применить это в жизнь, а не пытаться найти простые ответы и рецепты, которые, ну, применить можно, толку будет немного, потому что ваша жизнь уникальна, и только зная механизмы, вы можете ее правильно настроить, нельзя настроить рояль, если вы с ним не имеете дело, не посвященную, не понимаете, по настройке рояля не работают, это, кстати, тоже, это очень тоже важная и ценная мысль, и у Андрея Владимировича, кто сегодня вдохновится, очень много замечательных видео, и в Академии смыслов, и на страничке, спасибо Инстаграму, что можно просвещать, у нас осталось пару минут, я открою комментарий, чтобы ребята смогли поблагодарить вас, но я не могу не задать такой вопрос, потому что Китаю, мы все равно всегда сравниваем, было очень много разводов, после того, как люди вышли с пандемии, нам это грозит? Ну, на самом деле, новость возникла в тот момент, когда действительно после месяца карантина все пары, которые собирались разводиться, одновременно обратились, а в Китае все строго, то есть там вы не можете записаться, там есть порядок, пять человек разводим, больше не разводим, и возникла история, что там затор просто возник, это как сейчас с парикмахерскими, все обросли за время самоизоляции, и перед ним будет очередь, но это не значит, что волос стало больше расти, хотя, конечно, для кого-то этот кризис стал кризисом, и личным, безусловно. Ну, потому что резко мы находимся в одном помещении, в одном помещении, просто люди еще не понимают, что само вот эта самоизоляция, само по себе стресс, и если этот стресс не осознается, то дальше мы начинаем как бы негативные эмоции перекладывать на то, что ближе лежит, а близкие лежат близко. Ну, да, да, согласен. Так что, друзья, держим себя в руках, осознаем, что с вами происходит, читаем умные книги, чтобы у нас вырабатывались нейронные связи больше. Это точно спасет всех нас. С вами очень приятно вести беседу, и я безмерно благодарна за время, безмерно благодарна. Друзья, эфир я обязательно сохраню, делайте репосты, делитесь этой информацией, потому что крайне важно говорить о главном, без пустоты. Благодарю вас. Спасибо большое, Наташенька, рада знакомству нашему. Всего хорошего. Счастливо, всего доброго.